Калента в твиттере писала, говорит, какой-то странный формат, я 0-4 слил, и у меня все еще есть шансы поехать в Китай. То есть у него сейчас будет матч не за жизнь, а просто, не знаю, за поездку, за деньги и за уважение, и в целом. Просто я бы хотела на этот турнир поехать, но шанс есть у него, к сожалению, не у меня. Ну и будет сражаться он с Тайсом, это будет нелегко, потому что я уже говорила, что у нас Калента позади, к сожалению, на этом турнире у него ужасный счет, мы можем говорить многое, я, наверное, отмечу не совсем удачный выбор его колод. Он взял разбойницу, и именно эта разбойница проиграла ему абсолютно все матчи, так что он должен задуматься касательно Валиры. Ну и давайте, наверное, немного о его оппоненте, я там слышала, что у нас делали голосование, и ведет у нас Калента, Тайс, за Тайса проголосовало всего 14% зрителей. Если вы не знаете, кто такой Тайс, он у нас родом с Нидерландов, команда 12, вот тут мне подсказывают, уже всего лишь за Тайса людей голосует. У нас он с командой Нихилум, третий в Европе, восьмой в мире, огромный турнирный опыт, чемпион одного из Дримхаков, и по личным встречам у них 5-6, то есть ведет Калента. Винрейт порядка 64%, если сравнить с Винрейтом Калента, то у Калента Винрейт всего 58%, что-то подсдал у нас Калента в последнее время, потерял немного позиции, второй в Европе, шестой в мире, так что Калента нужно по дна прячься и не пролететь, потому что если он пролетает в этом матче, он теряет абсолютно все. Он не получает денег за этих 5 дней турнира и не едет в Китай. Итак, врываемся в игру, здесь у нас хендлок от Тайса и патрон Вар от Калента, очень необычный захват, многие уже привыкли к этому, потому что у нас сегодня уже 4-й день турнира, кстати, завтра у нас 5-й день турнира, решающий день, будет определяться, кто какие места займет и какой призовой кто унесет. Ну а сейчас решающая игра, по сути, для Калента. Едет или не едет, вот в чем вопрос. Опенинг с служителя боли, и сейчас нужно Тайсу решать, что он будет делать. Есть у него бомба. В целом у Тайса модифицированный хендлок, вы видите, что есть у него думгвард, у него также есть призыватели, и есть у него и Малганис, и Джераксус, то есть вот такая вот миксованная, немного гибридная колода. Решил Тайсу у нас играть медленно, играет он в жизни отвода, ну и, видимо, следующим ходом будет планировать выпускать великана. Или же Сумеречного дракона. Да, Сумеречный дракон будет более приятен в данной ситуации. Ну и мы видим, что Экзекьюта пока у Калента нет, но он может подроваться. Стоит у него два служителя боли, это дополнительные карты, есть у него блок с щитом, также можно получить карты. Не знаю, я бы, наверное, игнорировала сейчас дракона, и, возможно, даже бы, интересно, укус пойти в лицо, чтобы следующим ходом... Как? Да, это... это любопытно. Чтобы следующим ходом просто с пушки забрать? Не знаю, достаточно интересный плей. Ну, в принципе, да, если смотреть глобально, то у Вара... Почему это считается минусовым матчап для Вара? У него всего лишь два подконтроля, всего лишь два Экзекьюта, а у Хендлока очень-очень много сильных существ, и двух Экзекьютов порой не хватает. Мы уже обсуждали, что здесь есть два варианта победить. Это хорошо передроваться, найти комбо с патронами и подловить оппонента на том, что у него нет АОЕ. Или же хорошо раскрутить Берсерка. Других вариантов здесь, по сути, не существует. Здесь очень многое зависит от колоды Хендлока, от порядка захода для патрона. Ну, и мы видим, что у Тайса, в принципе, очень все неплохо, но Лейтгейм, Алганис, Думгвард, я думаю, ему не особо сейчас нужен. Хотел бы он видеть что-то другое. Ну, и здесь очень долго что-то думает Тайс, и есть Воид Коллер. Да, получил он все-таки Воид Коллера. Забирает Служителя Боли, отдает одну бомбу. Мне кажется, это оправдано. Вполне оправдано. Есть еще Император. Кстати, Император будет действительно очень неплох. Экзекьют. Есть Экзекьют. Коллента может сейчас раскрутить патронов. Есть у него патрон, активированный хрип на оружие и внутренняя ярость. Но это, возможно, где-то слишком ЙОЛО. Рисковать или не рисковать? Вот в чем вопрос. Только одно адское пламя, и ты сливаешься. Теряешь полностью весь свой стол. Так что здесь нужно оценить свои силы. А мне нравится. Мне нравится такой ход. Особо он не заморачивается и пытается идти на все. Даже если он сейчас потеряет патронов, его это не должно особо пугать. Я думаю, вы обратили внимание, что внутреннюю ярость он решил не отдавать, приберечь. То есть он сыграл экономно где-то. Немного скуповато, потому что двух патронов забрать легче. Но мы видим, что у Тайса АОЕшки нет. Есть у него бомба. А, возможно, это бомбопризыватель. Ну, не уверена. Ну же, ну же, давай. Боже, парни, я вас умоляю. Единственная. Тайс, Калента. Я понимаю, что для вас решающая игра. Но, ради бога, не играйте, как играет лайфкоуч. Я вас очень сильно прошу. Ну, пока у нас лайфкоуч стайл. Очень много было споров касательно Калента. Многие его любят. Все его, в принципе, знают. Да, это звездочка, которая зажглась на прохартстоун сцене уже давно. И он очень-очень интересный человек. И очень интересный игрок. Поэтому его черная полоса, конечно, привлекает внимание очень сильно. Потому что в последнее время у него не складывается. Что-то идет не так у него. Здесь у нас боевая ярость на две карты всего лишь. И еще одна боевая ярость. Калента понимает, что там нет Ауен. Получает он укус. Есть у него один патрон. Есть у него уже гуля. И на руках есть император. Очень любопытно. Конечно, вариантов просто масса. Просто действительно очень много вариантов для Калента. И очень многое нужно обыгрывать. А вот эта внутренняя ярость – интересное решение. Два патрона. Вскрывает призывателя, получает Думгвард и не подконтроливает его. Это, кстати, неприятно, как минимум. А мог выйти вообще какой-нибудь Малганис, который тебе следующим ходом заехал бы на 9 урона в лицо. Такой спорный момент, конечно. Но я думаю, Калента знает, что он делает. Но что-то не складывается для него в последнее время. Действительно не складывается. И самое обидное, что стол-то у чернокнижника опасный. И, видимо, придется отдавать экзекьют, придется биться оружием. Потому что ситуация для тебя безумно неприятная. Ну, не знаю. Вот эта модификация, конечно, хендлока против патрона очень даже. Очень даже хорошо играет. Потому что есть опасные существа, как Думгвард. Есть тот же Малганис, который очень неплохо засейвит. Это помимо великанов всевозможных. Все-таки экзекьют и свой император рассчитывает на то, что оппонент сам пойдет в этого императора. Ну, а здесь есть очень неплохой ход с Великаном и Аргусом. Почему бы и нет? Засейвить своего императора, чтобы он еще один ход простоял. И затаунтится. Ой, что-то Каленто прям совсем подкачал. Смотрите, что-то он подавлен какой-то. Очень необычно его видеть в таком состоянии. Это человек, который, знаете, у него топ-дэк, он бровью не ведет. Ему не повезло, он особо не проявляет эмоций. Он такой очень спокойный, очень философски относится ко всем неудачам и удачам в Хардстоуне. Но сейчас видно, что ему это не особо нравится, если честно. А возможно, это будет призыватель плюс какой-нибудь Аргус. Тоже интересный плей, учитывая, что у тебя в руке есть Малганис. Все-таки Великан и Аргус. Отлично. И еще работает император. Малганис за 7 маны. Неплохо сыграно. Очень, по-моему, неплохо. Ну и был отдан у нас один Экзекьют. Пока на руках Экзекьюта больше нет. И как разбираться с 9-9. В целом, почему считается патрон Вар против Хендлока не самым приятным матчапом? В принципе, как и для Контроль Вара. Потому что у нас у подобного Хендлока 4 Великана, 2 Дракона, есть Малганис, есть Джераксус, есть Войд Коллеры, есть Дум Гвар. То есть очень много жирных существ и опасных существ. А у патрона всего лишь 2 подконтроля. Это 2 Экзекьюта. Если контроль Вар еще как-то может с этим побороться, потому что у него есть 2 Экзекьюта, 2 Слэма, опытный охотник, в конце концов потасовка, то патрону с этим очень-очень тяжело. И как до этого отмечали гости у меня в эфире, что здесь вариант либо попытаться подловить на отсутствие АОЕ своего оппонента, либо попытаться зафинишить с Берсерком. Мы видим, что пока у Коллента нет Берсерков, получает он Стопдек и Экзекьют и не тратит его. И не тратит его, потому что у него не хватило маны. Как-то интересно, у нас тайс-карт пересчитывает, что боится, что что-то передровывается, что ли. Как-то интересно. Ну, знаете, лучше убедиться на всякий случай. У нас еще один Аргус, причем хороший Аргус получается. Очень хороший Аргус. Вот-вот-вот. Ну, как это все убивать? Здесь, конечно, если будет Берсерк, можно попытаться еще потащить, потому что у тебя 2 Гули, у тебя есть Командир. И тайс-таунтится, потому что очень боится. Очень-очень боится. Здесь придется крутиться с патронами, потому что на столе много урона. Да, Гуля, конечно, невероятно хорошо комбинируется с Берсерком, но когда Берсерка нет, приходится играть без него. Ну, и сейчас будет у нас пробивать все это дело Калента. И, возможно, давайте смотреть. Я, честно говоря, признаюсь, я не очень сильна в патронах, как ни крути. И сейчас все зависит от того, насколько хорош на патронах Калента. Подсчитал ли он все под ноль и может ли он каким-то волшебным образом сейчас у нас убить. Он забирает призывателя, оттуда вываливается Малганис, но у него есть Экзекьют. То есть на это придется отвлекаться. Сейчас, да, Экзекьют у нас уходит. И тут недостаточно урона. То есть как раз-таки вот этот Малганис спас ситуацию, получается. Да, действительно, у нас Малганис спас ситуацию. Посмотрите на Тайса, он бедяга аж подвыдохнул. Такой, черт, ничего себе ты мне настучал. Очень неприятно получается. Он отдал много провокаторов. Он отдал два Аргуса. Есть ли у него Синдарайки в этой деке? Это большой вопрос, потому что больно уж много он всего повносил в свои колоды. Он много всего, действительно, очень много всего добавил. И что он убрал, это большой вопрос. Синдарайки мы видели у него в колоде днями ранее. То есть провокаторы у него еще есть. Это, кстати, интересное решение отдать Адское Пламя. Решает он Шадоу Флейм придержать на крайний случай. Ну, такая опасненькая игра от него. Но он уже решает идти на все. Потому что нельзя, нельзя пассивно играть. Следующим ходом, чисто гипотетически, он может засалить. Внести у нас 11 урона. Ну и сейчас все будут решать топдеки. У кого топдек круче. И Берсерк. Есть Берсерк для Калента, но нет командира. Смотрите, проверяет Калента количество карт. Очень-очень важный момент. Боже, сегодняшний день это нечто. Потому что день просто невероятно крутой и потный. Да, это действительно так. Они зубами цепляются за каждую карту и стараются нигде не замисплеить. Сумеречный дракон не очень приятно. Очень слабое существо. И действительно, Сан-Фьюри есть. Я не ошиблась, меня это безумно радует. Сумеречный плюс Сан-Фьюри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же не хочется выставляться. Ты всегда боишься Берсерка. Ты всегда боишься Берсерка. Тебе в кошмарных снах этот Берсерк снится. Кстати, дорогие друзья, у нас еще один день будет ВЦАЙ. Финальный день у нас завтра. Стартует он очень рано. Да, это удовольствие в моем голосе. Потому что старт у нас в 9.30. Будет один матч. Потом 5 часов перерыва на другие дисциплины. И опять один матч. Поэтому, возможно, я даже все-таки завтра что-нибудь интересное сниму в студии Старладера. Какое-нибудь видео. И залью его на ютубчик. Потому что времени у меня завтра в студии будет огромное количество. Чтобы не пропустить анонс. Чтобы не пропустить новости. Подписывайтесь на группу Хэ Старладер. На мою группу ВКонтакте или Саммит ТВ. И, конечно же, подписывайтесь на Твиттерок. Чтобы никогда не пропустить новости. И все-все самое интересное. Так как я обещала вам фан-стрим. В ближайшее время я его обязательно сделаю. Сразу после этого турнира денечек отдохну. И будет у нас обязательно фан-стрим. По покорению Америки и Европы. И здесь хороший топ-дек командира. И у нас реализовывает сейчас летал Калента. Да, он выиграл. Он выиграл эту игру. У нас большинство аудитории болело за Калента. И у него получается взять один матч. Если вспомнить тенденции. То, в принципе, он на турнире выступал неплохо. Камнем преткновения обычно становилась его разбойница. То есть именно разбойница проигрывала ему все игры. И то, что он выиграл сейчас патроном, это хорошо. Это должно зарядить его эмоциями. Он выиграл плохой для себя матча, по сути. Так что сейчас нужно подсобраться, улыбнуться, сказать себе, все в порядке, все замечательно. Сейчас все будет. И надеяться на то, что разбойница заедет. Я бы, возможно, даже сейчас рискнула и взяла бы разбойницу. Хотя, опять же, если Тайс будет придерживаться своей стратегии, возьмет он хэндлока. И разбойница против хэндлока также не очень хороша. Здесь, конечно, чуть-чуть Калент и не угадал с классами. Если все остальные игроки очень даже неплохо подобрали колоды, то Калент немного не угадал. Потому что разбойница сейчас не самая популярная колода. Не в тренде, так сказать. Все же больше патроны, больше... Даже те же друиды, их даже чаще берут сейчас на турниры. Тот же хант очень хорош. Все берут ханта. Боже, все берут ханта. Ох уж, это мета. Ну, будем надеяться, что со временем что-то изменится. И мы станем видеть реже патронов. Я думаю, что с новым обновлением обязательно что-то изменится. Кстати, очень сильно я жду эту обнову. Приготовилась я уже открывать паки. Надеюсь, вы тоже приготовились. И я уже хочу чего-то новенького. Надоели турниры с патронами, с хантами. Надоел ладер однообразный. Патрон-хант, патрон-хант, хант-патрон. Агропал. Вау, неожиданно. Ну и здесь у нас оба игрока решили сделать ставку на ханта. Легкое дежавю. У нас у Тайса очень неплохая рука. Есть у него монетка. Это ощутимое преимущество. Но для клиента тоже, в принципе, все неплохо. Там первый, второй ход хорошо заходят. И вы видите полный зал людей. Сидит нам Баргай. Я вижу рядом с ним тоже сидит один из проигроков. Очень жаль, что на турнире... Да, вот там на Gamescom сейчас в Кёльне очень много профессиональных игроков, стримеров, медиа личности. Я знаю, Крип там сейчас находится. Но, к сожалению, к сожалению, им не дают поиграть. Потому что в европейских квалификациях ВЦА участвует только 4 человека оставшихся. И хоть бы какие-то шоу-матчи сделали, чтобы мы на всех посмотрели. Потому что я хоть и люблю лайфкоча, Калента, Тайса и Стансивку, но 5 дней на них смотреть, это, конечно... Когда они по кругу друг с другом играют, это, конечно, не самое экшеновое занятие. Здесь у нас снимают морозную ловушку Тайс и ставят Безумного Ученого. Хорошо, хорошо сыграла монетка, как ни крути. Ну и для Калента какой же это будет ход? К слову, у нас от Калента, по-моему, классический мидрейндж хант, судя по руке. А Тайса Гибрид вы пока не видите, но у него там есть рывки. То есть это такая достаточно агрессивная колода, которая против мидрейндж ханта должна серьезно сыграть. Но в руке пока, кстати, этих рывков нет. Поэтому вы можете изначально подумать, что это мидрейндж. Но это не мидрейндж. Вы видите сейчас всадника на волке. Это у нас Гибрид. Ну и вот тут, конечно, существо, которое не совсем приятное. Кабан в этой ситуации слабо. Это слабо. Нужно думать, как этого кабана обыгрывать. Ты можешь разбить Безумного Ученого, снять ловушку. Можешь убить сейчас Тинетника, убить Безумного Ученого. Да, вот именно так он и делает. А ловушку вскрыть уже следующим ходом. Если оппонент никак не заберет кабана, то этот кабанчик наделает грязи. Кабанчик наделает грязи. Боже мой. Знаете, недосып делает свое дело. Я уже боюсь представить, что у нас будет завтра, когда эфиры начнется в 9.30. Просто это как бы не рано, да? Это нормальное время. Просто сюда же нужно еще доехать. А студия не рядом с домом находится. Находится далековато. Поэтому каждое утро у меня превращается в квест. Ну и здесь, кстати, не решился у нас на размен. Тайс меня это немного смущает. Почему? У оппонента мог быть псарь. Вот в чем дело. Но у нас Тайс решил обыграть и свою ловушку. То есть тоже такой очень интересный момент. Здесь чекает секрет. Это взрывная. Теряет тенетника. И здесь у нас пойдет, я думаю, крошер. Ну же, вскрывай кабаном секрет. Даешь кабана в массы. Хватит его охранять. Он для того и создан, чтобы ходить в лицо. Ну, по крайней мере, пытаться. Кабан ловится на морозную ловушку. Кстати, не самый приятный исход для колента. Потому что кабан – это еще дополнительных 4 единицы урона с рывком, которые выходят на стол. Вот на морозную ловушку поймать крошера – это да, это круто. Но хаффера, ты должен поставить себе в памяти зарубку, что все плохо. Потому что там есть еще один кабан. Здесь у нас идет питомец. Да что вы делать будете с этими кабанами? У колента очень тяжелая рука. Это серьезный лейтгейм. Это бум. Это высокогриф. Это еще легендарочка, которая с тенетника зашла. Но для этого нужно будет время. Которое не факт, что Тайс своему оппоненту даст. Хотя он сейчас проигрывает очень сильно по здоровью. Хант на ханта – это важно. Неужели здесь будут гонки? Здесь будут гонки, кто первую убьет. Такие моменты я очень не люблю. Потому что этот ход решает все, по сути. Идет квикшот и все в лицо. Да, Тайс понимает, что проигрывает он по здоровью. Поэтому тоже нужно продолжать агрессивничать. Отдает квикшот в кабана и отправляет все в лицо. Но у него в руке неплохой потенциал. У него лук, у него и хаффер, плюс способность героя. То есть у него чисто гипотетически вполне может нарисоваться летал в ближайших нескольких ходов. А вот коленке придется обороняться. И мы видим, что у него реально медленная рука. И эта медленная рука не совсем на руку. Вот думает он. Он думал либо ставить высокогрива, либо же аналог за 6 маны. Но решается на высокогрива. Мне этот выбор нравится. Как же здесь вот просто на характере. И тоже идет в лицо. Тайса 14 единиц здоровья. Кто первый поднимет киллкоман, тот будет царем у нас? Ах, Тайс первый сдается. И я его понимаю. Потому что 14 единиц здоровья это не то, что тебе нужно. Интересно-интересно. Как сыграет Тайс? Вариантов у него на самом деле масса. Не терять темпом. В темпе. С крошером. Разыграть жонглера собаки. И надеяться на хорошее попадание кинжалов. Не очень впечатляющий плей. Лук безумный ученый мне нравится больше. Потому что свой урон ты вносишь. И можешь потом с безумного ученого наловить какой-то хороший секрет. Кстати, много урона у Калента. Есть бронящийся сержант. Со способностей это уже десятка. Можно попытаться достать кабана и организовать летал. Я бы, наверное, все-таки поставила питомца. Действительно. Если это кабан, это летал. Нет, это не кабан. Очень жаль. Потому что если бы это был кабанчик, это был бы летал. Смотрите, Калента улыбается. Черт, он улыбается. Редкие моменты, когда Калента проявляет эмоции. Я обычно в такие моменты бомблю. Вот у меня разлетается все. И просто... Что это за хардстоун? Боже мой. Это ужасно. Калента слегка и иронично поднял бровь, улыбнулся. Ну, чё, бывает. Вот она доля профессиональных игроков в хардстоун. Не удивляться ничему и не страдать. И здесь у нас для Тайса есть летал. Вот вам этот хафер, который был пойман на морозную ловушку. Об этом я говорила, отмечала, что это существо, которое, ну, очень неприятное в морозной ловушке. 1-1. Ровная игра, отыгрывая Тайс одну встречу. И остаётся у игроков по два класса. У Калента остаётся у нас хант и разбойница. Для Тайса остаётся хандлок и ещё один класс. Да. Я не представляю, что у них творится в душе, если честно. Что момент очень интересный. В целом призовой, возможно, не столь впечатляющий. Тем более эти два игрока не могут уже побороться за первое место. Призовой фонд этого этапа квалификаций – это 7000 евро за первое место, 3000 евро за второе и 1500 за третье место. Нет, без сомнения, это хорошие деньги, но они выигрывали и больше. Но они теряют возможность поехать на огромнейший турнир в Китае, который пройдёт. Это… там огромный призовой фонд, там будут ещё американские квалификации по регионам, там соберутся сильнейшие, это будет просто грандиознейшее мероприятие. И если ты остаёшься за бортом, это нереально обидно. Ты не просто деньги проигрываешь сейчас, ты проигрываешь путёвку в Китае, путёвку на огромнейший турнир в роли игрока. Здесь у нас будет патрон вар от Тайса. Это, кстати, третий его класс, и от каленты у нас хант. Интересная встреча, очень интересная встреча. В целом, здесь как ляжет карта. Я бы, наверное, не отдала предпочтение ни одному из классов, потому что если хорошо заходит, может выиграть хант. Если хорошо зайдёт, то без проблем убивает патрон. То есть здесь многое зависит от стартовой руки, от розыгрыша, от порядка захода. Будет ли у ханта вовремя, не знаю, какой-нибудь лук, да, чтобы минимум карт дать оппоненту. Это противостояние, где бы я не отдала, наверное, предпочтение действительно ни одному из классов. Потому что ханта я действительно очень люблю, но на высоких рангах, где тебе попадаются грамотные патроны, у тебя не особо много шансов. Надо чуть ли не дрим-старт, чтобы ему очень много внести урона и потом зафинишить. Тут одно из двух. Либо ты набираешь безумный темп и убиваешь его, либо ты очень медленно стартуешь, и тебя в лейте просто разрывают. Если у нас служитель боли, хорошо взят лук в руки, можно забрать, не терять темп, ставить крошера и отправлять пауков в лицо. Для калента пока всё складывается очень неплохо. У нас, конечно же, у тайса есть оружие, даже два. И уже есть император. Но пока ключевых карт. Этого императора нет. Нет командира, нет патрона или же нет берсерка. Не дужно. Следующий ход можно для вара раскрутиться служителем боли и зачистить стол. Ну и если он сейчас с питомца поймает кабана или же поймает... Ну, кстати, все варианты, в принципе, будут неплохи. Леок, пробав, кабан 4 урона. Миша сохранит тебе существо 2-3. Поэтому питомец здесь отличный ход. И это Миша. Ну и здесь тогда за счёт Миши можно ставить безумного учёного. Вот получилось, получилось у Калента раскачаться, немного захватить стол, а у тайса медленная рука. Пока очень медленная рука. Два укуса это хорошо. Но Хан тебе и так в лицо бьёт. И ещё одно оружие. И это не то, что хотелось бы видеть. Какой здесь будет ход? Интересный момент. Раскрутить служителя боли с мастером брони? Возможно, потому что на мастера брони обычно очень сильно агрятся. То есть ты отвлечёшь внимание от своего лица. Или же нет. Здесь, конечно, в ситуации уже бы арморап прожимать. Было бы неплохо. Конечно, 16 единиц здоровья. Если он ударится в Мишу против Ханта, это до первых киллкоммандов. Не знаю, наверное, мне всё-таки вариант с мастером брони, служителем более-больше нравится. Нежели какой-нибудь другой розыгрыш. А вот это очень интересно. Вот это очень интересно. Ох, сколько же он всего отдаёт. Отдаёт он Execute и играет боевую ярость. Видимо, пытался найти какие-то ключевые карты Ties. Возможно, где-то в ущерб даже своему ходу. Но толком он ничего не находит. Получает Execute, получает Slam. А для Калента есть здесь Высокогрив, что сразу ставит его очень и очень высоко. Тайсу забирает мастера брони. Да, я бы тоже не стала оставлять это существо. И сейчас Тайсу опять приходится догонять. Патрон. Неплохо. Но нужно разбираться с Высокогривом. Как он будет разбираться? Есть Slam, есть Execute. И подчистить одну из гиен. Ещё многое зависит от того, что зайдёт там со Слэма. Так что давайте смотреть. Берсерк. Хорошие карты, но для этой ситуации немного медленные уже. Здесь не даёт просто Хан времени, чтобы раскачаться. И, пожалуй, монетка Укус выглядит очень хорошо, чтобы следующим ходом раскрутить патронов. Ну что, Калента. Хорошие топ-деки приведут тебя к победе. И только так. Потому что с такими тремя картами пока у тебя шансов не особо много. Питомец. Замечательно. Нужен Кабан. Или Миша. Кабан. Отлично. Кабан гарантированных 4 урона, плюс то, что твой оппонент отвлечётся и будет тратить ещё дополнительные ремовалы. То есть здесь просто всё в лицо. Гейминг. И надеяться на то, что твой оппонент ничего не сможет сделать. Хорошо просчитывает всю Каленту. Понимает, что Императора не было. Соответственно, нельзя раскрутить сейчас Командира с патронами. Какая же неприятная ситуация для Тайса. Очень неприятная ситуация. С блока получает он мастера брони. Может получить дополнительную единицу. Или же 2 единицы брони. Если будет с служителем боли ещё крутиться. Ну и внутреннюю ярость в этой ситуации уже придётся отдавать в Кабана. Иначе у тебя особо нет вариантов. Мало-мало здоровья у Вара. Хотя в такой момент всё-таки можно камбэкнуть. Если Хант не будет топдекать урон. Всё-таки решился. Просто на мастера брони придержал он служителя боли и просто настакал броню. Дополнительный урон. Неплохо. Да, действительно, там верно отметили, что было у него меньше маны. Действительно, именно поэтому он не раскрутил служителя боли. Потому что там на арморап не хватало. Абсолютно верно. Только, знаете, у нас сегодня просто врывается наш режиссёр в некоторые моменты. И вам его не слышно, но он меня только что так напугал. Что я, знаете, в следующий раз меня включат на камеру, я просто седая буду. Знаешь, сидишь, никого не трогаешь, сама с собой разговариваешь. В общем, нормально. И тут просто кто-то так врывается. И я аж испугалась, потому что у нас такое, в принципе, особо не практикуется. Знаешь, сидишь, никого не трогаешь, сама с собой ведёшь беседу. И тут, хух, ой, дополнительные седые волосы просто. Просто вэлью, метка охотника, супер вэлью. И способность. Каленто нужно топдекать. Ему нужен был не бронящийся сержант, а нужен был, как минимум, высокогриф. Ну и тайс, давай поднапрягись, потому что сейчас розыгрыш может решить всё. 8 маны. Патрон? Нет, какой патрон? Император арморап. Уплотняйся. И, к слову, я думаю, вы обратили внимание, что блок щитом для тайса очень неплохо заехал. Дал ему чуть-чуть времени, как раз таки, чтобы камбэкнуть. И блок щитом интересное заклинание. Очень долго экспериментировали, кто брал это заклинание, кто не брал. Кто вообще комбинировал эти блоки ещё со слэмами. И мы видим, что против агрессии, когда ты остаёшься на совсем лоу-хп, эти блоки спасают ситуацию. Ну и здесь киллкоманд. Киллкоманд нужен калентам. Киллкоманд спасёт всё. Кстати, шанс неплохой, я думаю, на топ-дэк. Это у нас будет киллкоманд. Ну же! Нет, это высокогриф. Обидненько. Обидненько. Но высокогриф также очень хорош. Если бы был киллкоманд, он мог бы попытаться уже финишить своего оппонента. Ну а с таким заходом придётся ещё повоевать. Ну и здесь просто игнорирует Императора. Идёт фуллфейс в надежде на то, что он додавит. И раскруточка очень неплохо. Девять маны. Как бы всё это так зачистить, чтобы ещё и выжить? Слэмчик. Ищем экзекьют. Командир. Командир отлично заходит. У нас сейчас под патрона. Ещё туда можно вкиснуть раскрутку. Но надо не забывать, что на ханте висит секрет. И это, скорее всего, морозка. К сожалению, нам секрет этот не показали. Если это морозка, то нужно её обыграть обязательно. Это у нас морозочка. И зачищает у нас полностью стол. Сейчас Тайс. Ну а здесь есть у нас летал для Калента. Собаки дождались своего звёздного часа. Вуф-вуф. И... Валплеят. 2-1. Калента берёт игру. Я думаю, Тайс понимал, что у него шансов в этом матче очень мало. Потому что лежала одна карта. И, скорее всего, он подозревал, что это собаки. Очень долго эта карта была в руке. И... Калента выигрывает ещё одну игру. И остаётся последняя колода. И это последняя колода-разбойница. Кваст номер 1. Выиграть хотя бы одну игру-разбойницей. Что-то... Смотрите, что-то там произошло. Нет? Всё нормально? Всё нормально? Или же нет? Что-то там какие-то интересные... Я, кстати, очень сильно сейчас начинаю переживать за игроков. Потому что, если вы смотрели тот же Инд, да, ребятам некоторым в будках становилось плохо. И почему-то сейчас я тоже за игроков очень сильно переживаю. Ну и я, конечно же, не могу дождаться уже... Когда же будет следующий сезон Старладера? Когда? Когда будет анонс? Я об этом не знаю. Но я очень сильно жду релиза. Я хочу уже увидеть сезон Старладера. Хочу увидеть игроков. Какие будут приглашены. Кто победит в квалификациях. Это очень интригует. Возможно, зажгутся ещё новые звёздочки у нас на СНГ сцене. Калента у нас играет на разбойнице. Противостоять будет Тайс на хендлоке. Он прекрасно понимал, что... Какая колода будет играть против него. Выбрал хороший анти-мачап и ещё и изрыгатель. Изрыгатель. Слизень у него есть. Смотрите, Станцевка сидит, Номбергай сидит. Также другие игроки. Полный зал. Очень круто. Действительно очень круто. Хардстоун с каждым турниром собирает всё больше и больше людей, которые приходят посмотреть и поболеть за своих. Вроде бы не самая экшеновая дисциплина. Ну, карты перебирают. Ну, ладно. Но людям это нравится. Это круто. Даже есть у меня несколько примеров достаточно взрослых людей, которые работают, занимаются каким-то бизнесом, в жизни не играли ни в одну из игр, а потом случайно установили на планшет Хардстоун. И теперь они превратились в геймеров. Собственно, этот Хардстоун очень плохо влияет на людей. Я, например, в Хардстоуне научилась рейджиться. Я до этого ни в одной игре не рейджила. Здесь у нас с монетки идёт училка. Каленту просчитал, что оппонент не может забрать эту учительницу сейчас. А у него в руке есть потенциал к раскрутке этой училки. Это тот же яд, который можно ещё и со шру серии пустить в лицо. Ну, будем смотреть. Давайте. Ну, вот 4 урона, по сути, максимум может внести. Сейчас Тайс. Это не имеет смысла. И, кстати, рука для Тайса мне очень не нравится. Она какая-то безумно инвалидная. Потому что есть здесь слизень. Это круто. Дозорные абсолютно бесполезны. Провокатор сейчас также не нужен. Медленная карта. Бомба неплохо. Но Калента всё правильно обыграл. Он просчитал количество урона, выставил училку. Всё. Но Адское пламя тоже достаточно ситуативная карта. И смотрите, у нас Калента играет с саботажем. Интересное решение. Здесь у нас идёт яд. Я так понимаю, будет прям фулл фейс. Или же всё-таки одного дозорного будем забирать. Да, одного дозорного всё-таки у нас забирает сейчас Калента. И, возможно, от Тайса будет даже Адское пламя. А следующим ходом зачистить училку. И надеяться, что сейчас оппонент не заспамит стол учениками. Не знаю, было бы чуть больше маны. Были бы другие варианты. Адское пламя. Ну, одна мана. На одну ману было бы больше. Можно было бы добросить бомбой. Shadow, Flame и Лик. Как же он много всего отдаёт. Я не думала, что он решится на такой плей. Но это был самый сейвовый ход. Но безумно много он всего отдал. Дозорный. Одно существо и два заклинания. И здесь у нас Калента получается понемногу продавливать. За счёт своих существ. Причём, я думаю, вы обратили внимание, что существа у него преимущественно очень неудобные. Училка 3-5. Дракон 4-4. То есть бомбой не добрать. Не знаю, Адское пламя не убивает. Только Shadow, Flame решает вопросы. Здесь у нас снял оружие Тайз. И Калента получает масло. Как же он будет играть? Ошеломление будет у нас уходить в 4-8. Какие ещё будут плей? Агент Шру забрает слизня. И давит. Давит он. Вот интересная деталь. У Тайза сколько АОЕ. Видели мы Shadow Flame, видели мы Адское пламя. То есть, учитывая то, что эта дека всё-таки смиксована немного, скорее всего, в этой деке, возможно, нет второго Адского пламени или второго Shadow Flame. Потому что я не представляю, куда он в эту деку всё запихал. Два Дозорных, две Синдерайки, два Аргуса, Малганис, Джераксус, Призыватель за 4 маны, Думгвард. То есть, эта дека реально очень интересная. Любопытно, как он нашёл место на эти карты? Я не знаю. Здесь у нас есть подготовочка. Интересно, саботаж или же не саботаж сейчас будет разыгран. Можно попытаться немного продавить. Лазурный дракон. Подготовка, возможно, саботаж. Не знаю. Давайте смотреть. Конечно же, подготовку лучше всего разыгрывать под масло. Обычно это выгоднее всего. Да, это всё-таки саботаж. Ну, очень-очень неудобный стол. Вот для Тайса это просто всё. Тогда, когда он отдал Shadow Flame, по-моему, он тогда, к сожалению, потерял контроль стола. Да, чисто гипотетически он вроде почистил, вроде законтролил. Но сейчас у него просто нет вариантов. Нужно как-то камбэкаться. А как? Адское пламя лик. Медленно. Не совсем рационально. Попробовать сблифовать, что у тебя есть Малганис. Похоже, единственный вариант. И, конечно, сделать ещё провокацию. Ошеломление? Нет, это веер. Я думаю, что Калента нужно убивать призывателя. Давайте смотреть, какие варианты Калента устраивают. Конечно, веер на добор. Вдруг тебе придёт ошеломление, и ты просто все свои проблемы решишь одной картой. Это ещё одно масло. Ах, медленно, медленно. Очень медленно. Но можно взять оружие, отправить, возможно, пирата, чтобы не терять ни одно из своих существ. И выписать всё в лицо. К слову, по-моему, я начинаю догадываться, каких карт всё-таки нет в колоде у Тайса. Нет у него, похоже, огненных великанов. Или же есть. У него прям дека очень любопытная. Эх, Калента не стесняется, просто давит всё в лицо. Ну и исцеллятор особо ситуации не меняет. Эти два лазурных дракона, они уже, по-моему, его достали. Просто смотрят на них, 4-4-4-4-4, и думают, боже, да умрите вы уж как-нибудь. Ай, очень-очень плохая музыка. Очень-очень плохая музыка. И что? Да, действительно. Тайс понимает, что аутов у него нет. И вот, ребят, выгодный матчап. Действительно, выгодный матчап для Тайса. Это разбойница. И, наконец-то, у Калента выиграл своей разбойницей матч. И, видимо, видимо, всё-таки Тайс вылетает у нас с турнира. А Калента мы увидим на турнире в Китае. Меня это радует, потому что будем мы за ним смотреть. Возможно, мы будем комментировать финальный этап этого турнира. Пока не знаю. Ребят, следите за группой ВКонтакте Хэстро Ладдер, за моей группой Алисами ТВ, чтобы не пропустить все анонсы турнирные, фан-стримы. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Вот так вот. Ну и, наверное, я уже на сегодня буду с вами прощаться. Мы сегодня посмотрели замечательные матчи. Лайфкоч против Стансивки. Лайфкоч просто вперёд ногами вынес Стансивку. В очередной раз, между прочим. Мы посмотрели сегодня Тайс против Калента. Калента всё-таки доказал всем, что он не слабак. Он в хорошей форме, просто разбойница не самый удачный выбор конкретно на этот турнир. Ну и, наверное, ещё очень важный момент. Завтра у нас последний день турнира, где определится, какой призовой фонд, кто увезёт и как распределяться места. Первый матч у нас будет в 9.30. Субтитры сделал DimaTorzok